У всех возник вопрос, почему 17 лет, если самолёт в 2014 году, я же не мог этого предвидеть, я не мог этого предвидеть. И у меня главным событием в книге в Москве семья главного героя Гиббин в одном этом взрыве. Он начинает своё собственное расследование, которое приводит его сначала в Чечню, потом в Ирак, там две войны. Ну а сюжет, в общем-то, по схеме тот же самый. И вот у меня не было времени никак написать эту книгу, потому что я не читал себя, до сих пор не считаю себя профессиональным писателем. Я всё время был на войне, я работал 24 часа в сутки, я написал потом документальную книгу «Шок и триггер» про войну в Ираке, про мой собственный опыт. Пособие для журналистов, как выжить на войне. Потом была вот эта страшная война, которая меня потрясла от глубины души, и из меня выплеснулся аэропорт. То есть это то, что не влезло в мои статьи. Я написал сотни статей про войну, но всё равно так много осталось за кадром, что я решил написать аэропорт. И когда я уже ушёл с работы, у меня было время, я вот написал этот роман «Ритц», который я сочинял в 17-м году. И если бы с вами что-нибудь случится, то эту книгу, сейчас её издали в 11 странах, как только на вас завели уголовное дело, тут же Китай, ну пытались завести, напечатал эту книгу огромным террором. И говорит, ну если что-то с вами случится, если вам хоть палец сломать, то тогда весь мир будет читать аэропорт, и никому в Москве это не нужно. Поэтому пока что вам безопаснее всего находиться в Москве. Поэтому я нахожусь в Харьке. Ну, они не трогают меня более. Это такие, знаете, окаменелые классики. Мы пытаемся всё время их реанимировать. Но они сами, либо они выживут, либо нет. И вот я сейчас как-то с печалью наблюдаю за тем, как молодое поколение вообще не читает ничего, не говоря уже о классике. Вот даже сегодня, в этот день, если вы посмотрите на людей, которые сюда пришли, ну средний возраст, молодым не нужно, они живут в интернете. И поэтому я очень надеюсь, что эта книга будет кино или игрой компьютерной. И тогда они её сыграют, посмотрят, и может быть тогда прочитают. Как знаете, вот мне входит, они прочитают это как триллер. И потом почешут требу, а что там действительно будет, придут этим интересоваться. И вот таким образом они придут к пониманию того, что же на самом деле было в Украине. Я рассказываю об этом как свидетель. Спасибо большое. Ну я процитирую моего любимого писателя, моего друга сблистого, Владимира Войновича, который в своём замечательном антиутопическом романе «Москва-2024» или «Москва-2024»? Ну да, да. «Москва-2022»? Спасибо. Предрём, что когда кончится нефть и газ, то в России построят говнопровод имени Ленина. Вот это я точно могу гарантировать. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, почему, ну я всё-таки считаю, ну, литературу, литературную классику достаточно достойной. И есть там, я тоже считаю, да, есть примеры из Достоевского и так далее. Почему страна, родившаяся до Вермонтова Пушкина, имеет такой конец, как вы считаете? Или будет иметь, по вашему мнению, такой конец? Почему? Почему у Путина такой конец не будет? Не будет в России. Не будет в Путина. Я против не так. Да. Я не раз слышу. Ну, я отвечу на это вопросом, который задавали в 41-м году другие люди по другому поводу. Они говорили, почему в стране Бетховена, Геотта, Гейна есть Питер? Ещё вопрос, пожалуйста. Был тираж у Пушкина в России, в которую он родился и вырос. Вот тираж Пушкина, первый, вот Евгения Онегина. Можете себе представить? Триста экземпляров. Ну, по-моему. То есть, это ровно столько рассчитано на столько людей, сколько умели читать в России в это время. Поэтому нельзя... Ведь Россия, это не страна Пушкина, это страна рабов. В России крепостное право отменили в 1861-м году. Россия существует не благодаря Пушкину, а вопреки Пушкину. Поэтому Пушкин гений. Если бы это была другая страна, понимаете, там было бы тысячи Пушкинов. Сергей Леонидович, если вверху... Которые в один миг становятся в твоем прошлом. И ты понимаешь, что секунду назад ты был счастлив, а сейчас ты уже нет, тебе надо бороться за новое счастье. Поэтому человек никогда не бывает счастлив. Это, знаете, это мираж. И когда ты был счастлив в какой-то момент, ты потом вспоминаешь про это и думаешь, что ты был счастлив. А сейчас ты не счастлив по сравнению с тем моментом, понимаете. И ты никогда поэтому не будешь счастлив. Это как собака, которая не может наесться, знаете, в отличие от Пушкина. А что касается будущего, но я в своей первой книге, в смысле во второй книге, предрек гибель Моторола и Гиви и предупредил ансамбль песни и пляски Красной Армии, чтобы они не вмешивались в войну. Они не послушали предупреждения, к сожалению, с ними случилась трагедия. Что касается Гиви и Моторола, то так оно и получилось. И вообще я больше не буду писать книги, я буду зарабатывать на жизнь предостережениями, потому что я в 13-м году в декабре задал Путину вопрос, есть ли жизнь на Марсе, как мне сказали мои журналисты, ты задал самый идиотский вопрос. Я спросил его, при какой ситуации вы можете ввести войска в Крым, может ли это вообще быть в природе? Он сказал, это чушь собачья, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И ко мне после пресс-конференции подошли мои друзья, знакомые, сказали, ты идиот, у тебя был шанс задать хороший вопрос, ты выпендрился, задал глупость, есть ли жизнь на Марсе. Более тупого вопроса нельзя было задать, это научная фантастика. Мне было стыдно, мне было неудобно, я подумал, что меня моя смекалка подвела. Оказалось, к сожалению, что нет. Бац, 26 февраля, в мой день рождения, начинается этот кошмар. 27 февраля я в гостинице Москва, в Крыму, только что мне продыряли кинжалом эту флешку с фотографиями, я же еще и фотограф, и мне тут звонит один из этих журналистов, моих друзей, который меня критиковал за тот вопрос Путина, и я думаю, он будет извиняться, он говорит, Сережа, это же ты ему идею дал. Вот, видите, перед вами сидит военный преступник. Поэтому я принял некоторые заказы в этой книге и исполнил, а вам уже суждено увидеть через год, как все это сбудется, окей? Нет ли в ваших планах посетить еще раз зону АТО, чтобы видеть нынешнее положение дел на войне? Ну, вы знаете, там есть замечательная сцена, когда тесть Папанов, такой партиист-сталинист, ругает своего дятя Жулика Миронова, который говорит, господи, ну когда же это закончится? А Папанов говорит, никогда. А, собственно, что ты имеешь в виду? Ну, в этом смысле никогда, да, но закончится, конечно. Ну, я постарался ускорить, но, ну, не знаю. Я сделал все, что мог в своей книге. Вот если вы действительно обладаете даром предвидения, скажите, пожалуйста, кого бы из солистов, в том числе и политических, или какой бы ансамблик вы хотели еще предупредить о их судьбе? Но я вообще выступаю без ансамбля. Вы меня не поняли. Один для ансамбля. Но это я понял. Вы сказали, что вы предупредили и предупредили судьбу и ансамбля, и всего остального. Я спрашиваю, а какой бы вы ансамбль, или кого из политических солистов вы хотели бы предупредить? Я всех предупредил в этой книге. Всех, кого надо. Спасибо. Привешаем всех в зал, пожалуйста. Спасибо вам за понимание. Прошу немножко от отца.